Так как экономическая обстановка в целом благоприятная, то и рынок недвижимости стабильно активен. Цены по сравнению с прошлым годом выросли на 6%. Высокий спрос на жилье влечет за собой предложение, что означает продолжение роста цен. Причем активно строятся новые жилые дома, и тут рост за последний год составил 2%. Но по прогнозам экспертов, рост цен и количество предложений в дальнейшем не превысит 10% и останется на безопасном для экономической стабильности уровне. То есть нынешняя ситуация не похожа на 2007 год, и, как утверждают аналитики, глубокого кризиса в этой сфере ожидать не стоит. Активно строят в центре Таллина, и так было уже на протяжении многих последних лет. Также количество стройок увеличивается властными, в основном благодаря новым проектам. Третий район – Пыхья-Таллин. Там также немало проектов, в том числе и по подходящей для покупателя цене. Больше всего за кредитами при покупке жилья обращаются жители Эстонии в возрасте от 26 до 30 лет. При этом большинство из тех, кто берет жилищные кредиты, имеют доходы от 1 до 1,5 тысяч евро в месяц. Хотя и количество более состоятельных заемщиков постепенно растет. Более того, рынок недвижимости активен не только в Хариума, но и в Тарту. Тартуский рынок жилья меньше, чем Таллинский, и больше зависит от наличия выгодных проектов. И в этом году в Тарту было реализовано два успешных проекта, в результате чего за первые три квартала этого года было продано столько же новых квартир, сколько и за весь прошлый год. Конечно, покупатели очень чувствительны к ценам, и поэтому продажа излишне дорогостоящих квартир замедлилась. Причем покупатели стали более внимательно сравнивать различные предложения, и немаловажную роль играет энергосберегаемость зданий. Переплачивать за тепло не хочет никто. В то же время рынок съемного жилья все больше набирает обороты, и, как уверяют эксперты, это долгосрочная тенденция, вызванная стремлением жителей страны к мобильности.